Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции урока следующая Точка МЦ7, долинь тонизирует, активизирует малый мозг, либо мозжечок Как всегда традиционно в таких лекциях мы говорим Пожалуйста, уважаемые зрители, не поленитесь, откройте анатомию человека, анатомию головного мозга Прочитайте функции мозжечка, либо функции малого мозга у человека Что она выполняет, какие импульсы она принимает, где располагается, за какие функции она отвечает И если малый мозг, либо мозжечок в гипертонусе, либо в слабом тонусе, в гипотонусе Конечно же есть заболевание, либо отклонение за то, что отвечает мозжечок Либо какие функции он выполняет в нашем с вами организме Взаимосвязано в целом, воедино с нашим организмом в целом Здесь мы говорим, что если в целого нету, то каждая идет само по себе Итак, за что отвечает мозжечок, мы скажем кратко Это тонус мышц, координация движения, это поза человека Вот этого можно по позе узнать, вот так вот его можно узнать, как у него работает мозжечок Это равновесие тела, ну и конечно традиционно, если это все нарушается у человека, что снижаются силы мышечные Он теряет силу, он начинает грешить, что уже старый, поджелудочный мы уже знаем, нужно что исправить, потому что он отвечает за мышечный каркас Но здесь еще и мозжечок может, скажем так, что подсуетиться и вместе с поджелудочным упасть в гипотонус Вот вам пожалуйста, здесь ухудшается и походка человека Человек начинает терять равновесие своего тела и валится то в правую сторону, то в левую То не может понять, сегодня он валился вправо, а завтра в походке влево Не может найти что? Золотую серединочку Это неуверенность в движении человека А также человек теряет что? Плавность в своих движениях, либо в начинании движений Нет вот этой вот уверенности Конечно, многие говорят, это преклонный возраст Но вы знаете, на сегодняшний день этой болезни, скажем так, либо этому состоянию мозжечка Все возрасты покорные, как взрослые, так и дети Ну конечно, традиционно мы скажем, что диагностика 12 меридианов нам помощь Почему? Потому что головной мозг не только контролирует сосудистая система человека За которую отвечает, что меридиан переказан Но также те меридианы, которые постираются по нашему с вами головному мозгу Это и меридиан мочевого пузыря, тройного обогревателя, желчного пузыря, печени, сердца, желудка Вот вам, пожалуйста, уже 6 меридианов, которые контролируют головной мозг Мы должны знать также, в каком состоянии эти меридианы И если эти меридианы слабые, и они своей слабостью влияют на мозжечок То вместе с точкой, составляя рецепт Составляя рецепт, извините, из оккупантурных точек Мы обязательно включаем в рецепт точку МЦСИН ДОЛИН Которая что? При слабости тонизируется Вследствие чего мы тонизируем мозжечок Из-за тех функций, которые они отвечают И с которыми вы, уважаемый зритель, познакомитесь Благодаря анатомическим исследованиям западной медицины Спасибо за внимание